Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать 21 главу этого Евангелия. И первая тема – это вход Господен в Иерусалим. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Здесь говорится о том, что Христос для входа в Иерусалим хочет оседлать ослицу и молодого осла. Осел в Библии – это символ человеческого упрямства и человеческой похотливости, которые Господь хочет укротить, оседлать своей властью. Иначе мы не войдем в Иерусалим Небесный, если Господь не оседлает, не усмирит наше упрямство во грехе. Ослица символизирует собою Ветхозаветную синагогу, а молодой осел – весь остальной языческий мир, который тоже призывается Христом войти в Вышний Небесный Иерусалим. Все же сие было, да сбудется, реченное через пророка, имеется в виду пророка Захария, 9 глава, 9 стих его книги, который говорит «Скажите, черри Сионовы, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под Еремной». Сын под Еремной имеется в виду, что ослица как символ синагоги, она указывает на народ еврейский, который находился под ермом закона Божия. Правда, они все время хотели свергнуть с себя это ермо, осуществить некое растабуирование, а сам этот свободный осленок – это образ. «Языческого мира». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои. Одежды в данном случае символизируют веру святых, именно святые в Ветхозаветной Церкви, такие как патриарх Авраам, Исаак Яков, и святые Новозаветной Церкви, апостолы, святители, мученики, они помогают своим молитвами нам как бы смирить свое ослинное упрямство во грехе. «И он сел поверх их». То есть Господь выседает над святыми, на святых как бы на неком троне славы. «Множество же народа постелали свои одежды по дороге», то есть они как бы имели своих покровителей-защитников, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Асана сыну Давидову». Почему они так восклицали «Асана бен Давид»? Потому что евреи ожидали Христа Спасителя именно как сына Давидова, как потомка Давида, который должен прийти и совершить освобождение народа от власти язычников, как некогда Давид освободил свой народ от власти филистимлян. Но даже в понимании древних евреев того времени образ Мессии имел некую двойственность. Мессия Мессиах бен Давид, сын Давидов, и Мессия Мессиах бен Иосеф. Что значит бен Иосеф? Сын Иосифа. Имеется в виду тот самый Иосиф Прекрасный, которого братья-засребреники, продали в рабство, бросили его в яму, содрали с него все одежды. То есть даже уже тогда иудеи понимали, что есть образ не только торжествующего Мессии, такого военно-политического лидера, но и образ страждущего Мессии. Итак, народ восклицал «Асана сыну Давидову», благословен грядущий во имя Господне, «Асана вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Конечно, настроение толпы, оно всегда более чем переменчиво, и пройдет всего несколько дней, и та же толпа будет кричать «Распни, распни его!», как здесь они кричат «Асана сыну Давидову». Далее говорится о том, как Христос изгоняет торгующих из храма. Это уже не первый случай, когда он это делает. Он бросал вызов бизнесу, тогдашнему религиозному эстаблишменту, собственно говоря, поэтому они и восстали против него. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им, написано «Дом мой, дома молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Кстати, апостол Павел пишет, что все те характеристики, которые даются иудеям в Писании, например, то, что они Дом Божий превратили в вертеп разбойников, они относятся и к христианам последних времен. Павел пишет о иудеях, что все, что было с ними, это в прообразах для нас, то есть христиан, достигших последних времен. То есть все это покажет наше состояние, когда будет апостасия и церковь будет захвачена этими апостасийными процессами. Итак, Христос изгоняет торгашей из храма, он восклицает «Дом мой, дома молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, бросая вызов и тем из нас, которые по-прежнему воспринимают религиозную деятельность, как очень удачную кормушку для личного заработка». И далее говорится о чудесном исцелении. «И приступили к нему храме слепые и хромые, и он исцелил их, видев же пересвященники и книжники, чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осана» сыну Давидову». Речь идет о младенцах. Детям бы никто не удивился бы и не обратил бы на это внимания. Дети вообще любят кричать так, как кричит толпа. А обратили внимание, потому что младенцы, которые еще не умели говорить, вдруг начали так кричать. «И пересвященники вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят?» И Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей» – вот здесь указание на возраст этих детей, «ты устроил хвалу». Это пророчество мы обнаруживаем в Псалтире, восьмой Псалом, третий стих. То есть Псалмопеевец Давид, он провидел, что это чудесное событие произойдет. «И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Христос удаляется из Иерусалима в Вифанию, в дом Марфы и Марии, сестер Лазаря. Собственно говоря, толпа во множестве пришла встречать вход Господень в Иерусалим, потому что многие узнали о чуде воскрешения Лазаря. Это их поразило. Но настроение толпы в любом случае крайне перемешивалось. И вот что происходит поутру. Поутру же, возвращаясь в город, то есть из дома Лазаря от Марфы и Марии, взалкал и увидев при дороге одну смоковницу, а смоковница – это символ еврейского народа, как и виноградная лоза, один из символов, подошел к ней и ничего, не найдя на ней, кроме одних листьев, то есть плодов не было, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек, и смоковница тотчас засохла». То есть проблема в Ветхозаветной Церкви, Иудейской Церкви, захлестнули их настолько, что они не смогли принести плод веры Христу и до сих пор не исповедуют его Мессией, Сыном Божиим и Спасителем. Увидев это, то есть чудо засохшей смоковницы, ученики удивились и говорили, как это тот час засохла смоковница. И Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но и сигаресей скажете, поднимись и вернись в море, будет, и все, чего не попросите, в молитве с верой получите». Святые отцы обращают внимание на то, что события происходят весною, накануне Пасхи, а смоковница в это время не плодоносит на святой земле. Почему же Христос предъявляет такую претензию этой смоковнице? Так речь идет не о смоковнице, а о его народе, который не распознал время его пришествия, время его явления среди них. Как и было предсказано, придет к своим, и свои не примут его. Учеников удивило то, что она, смоковница, засохла, и Христос сказал им, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру, не усомнитесь, не только сделайте то». Действительно, апостолы потом будут творить великие чудеса и знамения, чтобы подтверждать проповедь Евангелия. Далее, «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему персвященники, старейшины народа, и сказали, «Какую властью ты делаешь это, и кто тебе дал такую власть?» Здесь мы видим, что они крайне возмущаются, хотят понять природу его власти. И Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то я вам скажу, какую власть я тут делаю». Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков? Это был сложный вопрос для них. Если бы они сказали с небес, Христос спросил бы их, «А почему вы не уверовали в меня, ведь Иоанн указывал на меня?» А если они скажут от человеков, так народ очень почитал Иоанна Крестителя именно как пророка от Бога. «Они же рассуждали между собою, если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему?» То есть, когда он говорил о Христе, Иоанн Крестителю. «А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка, и сказали в ответ Иисусу, не знаем». То есть, они проявляют некое такое двоедушие. «Сказал им и он, и я вам не скажу, какой властью это делаю». Далее Христос произносит слова, которые не могут не шокировать даже христианский слух. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем, но он сказал в ответ «не хочу», а после раскаившись пошел, и подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ «иду, государь», и не пошел, который из двух исполнил волю отца». Говорят ему первый. Первый это образ языческого мира. Языческий мир не принимал единобожие, не принимал святость Писания, но потом они обратились к Богу. А еврейский народ, он декларировал свою веру. Каждый день и утром, и вечером они читали шма «Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь единый», но образ жизни не соответствовал тому исповеданию, которое они имели. И вот далее Христос произносит поразительные, шокирующие слова. Иисус говорит им «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему, а мытари и блудницы поверили Ему, вы же и видев это не раскаялись после, чтобы поверить Ему». Как же так? Мытари, обменщики валюты, блудницы, проститутки вперед представителей еврейского религиозного эстаблишмента идут в Царствие Божие. Почему? Потому что у этих грешников, у этих мытарей, у этих блудниц не было иллюзий относительно самих себя. Они знали, что они грешники. А книжники и фарисеи уверовали в какую-то свою исключительность. И этим духом теперь заражены многие христиане. Закваска фарисейская, она проникла и в наш мир, как Христос предупреждал еще и апостолов, что в этом есть опасность и не надо брать эту закваску с собой. Далее идет притча о злых виноградарях. Выслушайте другую притчу, был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. В виноградаре, захватив слуг его, иного прибили, иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. О чем эта притча? Она о том, что Бог посылал праведников, патриархов, пророков к еврейскому народу, в некотором смысле к другим народам, но их побивали, убивали, забрасывали камнями. И тогда под конец времен, когда исполнилось полнота времен, он послал своего сына, может быть, сына устыдятся, но схватив его, вывели вон, то есть за город, из виноградника и убили, как и Христос будет распят за городом, вне стен Иерусалима на Голгофе. Христос спрашивает, итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Другие виноградари – это уверовавшие во Христа из разных других народов. Римляне, германцы, греки, скифы, варвары. А вот то, что они говорят, сами признают, что злодеев всех предаст злой смерти, это вскоре и произошло. Пройдет несколько лет буквально, и начнется иудейская война. И в результате этой войны Иерусалим будет разрушен, все иудейское царство будет разрушено, евреи будут взяты в рабство как народ и рассеяны по всей Римской империи. Итак, Христос далее говорит, Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители? Строители – это они, почему? Потому что они исполняли Божий закон. Тот самый сделался главой угла, они отвергли Христа. Но Христос оказался во главе угла здания церкви, а церковь – это те новые виноградари, которые будут отдавать ему, Богу, плоды во времена свои. Это от Господа и есть дивно в очах наших, то, что камень, отвергнутый строителями, окажутся во главе угла нового здания, здания церкви, а Иерусалимский храм будет разрушен. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его». То есть произойдет замещение Ветхой Синагоги Новозаветной Церкови Иисуса Христа. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Действительно, трудно идти против Бога живаго. Как Христос сказал Савлу, гонителю, будущему апостолу Павлу, «Трудно тебе идти против рожна». «И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Мы видим, что простые люди с уважением относились ко Христу, почитая его за пророка, хотя не были посвящены в тайну его божества, что он не просто пророк, он сам Сын Божий, он сам и есть то пророческое слово, которое издревле говорило во всех пророках. Редактор субтитров Продолжение следует...